Камелия решила расцвести в середине октября. Очень интересно. Почки есть, но я не думала, что она тут будет расцветать не по сезону. Павловни все листики оборвала. Они уже такие почернившие. Наверное, был заморозок, пока я отдыхала. Вот какая она теперь. А шалфей мускатный. Вот неугомонный. Все еще что-то цветет даже. В теплице у нас тепло. Вот сколько. Чуть больше 17 градусов, почти 18. У нас здесь все красно-желто. Все красиво. Даже лантана еще цветет. И перчики. И лабелия. И что я сюда пришла? Я пришла к хурме. Я посмотрела блог на ютубе экзотические растения в Закарпатье. Кажется, так называется. И там блогер проводил эксперимент. Он снял свои плоды хурмы вообще даже зеленоватого цвета. Положил их в мешок с яблоками. И через восемь дней это была спелая, а самое главное сладкая, хурма. Я хочу попробовать делать то же самое. Ну вот из своих девяти плодов. Я нижние две открутила. Две хурминки. И положила к яблочкам. Закрою пакет. И в теплое, темное место. Если это действительно работает, то это такой выход для нашего климата латвийского, где дождаться созревания. Очень проблематично. Пересаживаю янжир кодота. Вот он такой. Это мы тоже обрежем. Очень много сброшено. Вот такие корни. И расти им было больше некуда. Поэтому мы немного обрежем и вверх, вниз и пересадим в больший горшок. Вот так я ножиком все обрежу сейчас. Какой грунт я ему положу. Нейтральный торф, песок, микроорганизмы, компост и немного циолита. А еще доломитовую муку немного, потому что инжир любит известковую почву больше. Готово. Осталось его пролить. И пока я его оставлю на свежем воздухе. Так, это у нас абхазский фиолетовый. И жирчик. Я его обрезала. Корни тоже подрезала. Новая земля. Вот такой он красавчик. Не могу налюбоваться, какой у меня тут в Средиземноморье. Моя бугенвиллия красотка просто. Как я люблю это растение. Вот она какая. Дегустация. Пробую хурму из магазина. Слева такая. Вся оранжевая и красивая и крупная. И нашу маленькую. Я правда сняла ее совсем зеленую. Из всех плодов это была самая маленькая. И она дозаривалась с яблоками. Очень даже ничего наша хурма. У нее единственная толстая шкурка. Магазинная чуть слаще. 24 октября. И вот она наша хурма от жира. Которой 5 лет. И наш первый урожай. 9 штук. Две я раньше сняла. Я думаю, что надо ее уже срезать и положить к яблочкам. Потому что две хурминки, которые я раньше сняла, зеленые, были очень классные. А уж эти оранжевые, наверное, еще лучше. Урожай 22 года. 9 штук. 7 сейчас и 2 раньше. И вот она какая. Наша хурма замечательная. Сейчас мы разрежем. Какая на срезе. Вот можно посмотреть. Чистый мёд. Классный. А деревца пересажу. Горшок побольше. Готово. Пересажено. Обработанное чесночным настоем. Деревце хурмы. Рядом стоит наша вторая хурма. Шоколадница за ежемару. Вроде развита больше. И должна плодоносить. Но ни одного плода мы еще не видели. Хотя цветет 2 раза в год. А эта малышка красотка. 9 плодов. Турецкий коричневый я не обрезала. Потому что весь зеленый стоит. Плоды пассифлора инкарнаты. Буду пробовать. Плод уже так вскукушился. А то он должен так дозревать. Как бы негладкий быть. Вот с одной стороны, да, есть. Но явно не дозревший. Вот здесь вот вообще внизу видно, что ничего не созрело. Но здесь вот покрупнее. Да. Ну, первые плоды. Посмотрим, что будет дальше. 2 ноября. У нас пасмурно. Солнца нет. Холодно. Здесь у нас 13 градусов. Генвилия цветет. Пеларгония цветет. И даже гибискус. С этой стороны китайская роза расцвела. И вот еще собирается. И вот еще. И пеларгония тоже. Ну, вот надо всю эту красоту убирать. Надо ставить мушмулу, который еще на улице. И все им жиры, и уже гортензии надо было убирать. А места тут нет. Здесь все цветет. Прям Турция. У меня тут маленькая мушмула есть. Мой зимний сад готов к зимовке. Окна все помыты горячей водой с уксусом. А растения все прошли через горячий душ и обработку настоем чеснока. Вот они все чистенькие. Камелии тоже я занесла уже в дом. Мые лимоны. Мэйры Пандероза. Здесь всякие малыши. Итальянский лимончик. Стрелицы. И на бане, как всегда, питанго и пеларгонии. Так, здесь у нас, здесь у нас фейхоа обрезанная. И псидиум тоже ее обрезала. Это араукария. Италья. Италья. Продолжение следует...